В эфире программа Перекрёсток. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях начальник управления образования Череповца Наталья Стрижова. Здравствуйте! Я предлагаю поговорить сегодня на разные темы. Много всего интересного, что можно обсудить. А начать предлагаю с электронного журнала. Эта тема очень актуальна для родителей. Во всех школах по-разному работает эта система. Хотелось бы узнать, как вообще происходит внедрение этой новинки в Череповце. Да, действительно, этот вопрос актуален. Наверное, не только сегодня, а последние годы мы уже обращаем на это достаточно большое внимание. Услуга в электронном виде называется предоставление информации о текущей успеваемости учащегося и ведение электронного дневника, электронного журнала. То есть, действительно, родителям можно ее получить в электронном виде. Но какие есть тонкости, на которые хотелось бы обратить внимание? Мы, то есть образовательные учреждения города Череповца, одними из первых в области, начали реализовать эту услугу, но стали работать с информационной системой ЭЛЖУР, электронный журнал. То есть, многие наши учреждения стали уже с 2013 года внедрять эту информационную систему. Область несколько позднее подключилась, и в результате аукционных процедур выиграла другая программное обеспечение, другая система, она называется ГИС-образование. Поэтому на сегодняшний день мы находимся в такой стадии переходной. То есть, у нас 31 учреждение из 44 школ использует уже информационную систему ГИС-образования, 8 учреждений используют систему электронного журнала, и 5 уже начали переходный как бы этап от одной системы ЭЛЖУРа, ГИСу, то есть постепенный переход. И на сегодняшний день по согласованию с Департаментом образования до 1 сентября 2016 года мы все должны подойти к единообразию, все должны будем внедрять и использовать информационную систему ГИС-образования. Конечно, эта система и эта услуга прежде всего предназначена для родителей и детей, для того, чтобы журналы заполнялись, дневники заполнялись, для того, чтобы было там зафиксировано домашнее задание, чтобы родитель мог посмотреть, если ребенок не записал домашнее задание, чтобы он своевременно знал, какую отметку ребенок получил по тому или другому предмету, чтобы была возможность, например, ее справить, что-то подкорректировать. И на сегодняшний день на уровне каждого общеобразовательного учреждения есть ответственные, которые должны контролировать в целом заполнение электронных журналов. И, конечно, за это отвечает и руководитель школы. Мы проводим еженедельный мониторинг по концу недели, как заполняются журналы в этих системах информационных, прежде всего сейчас уже в ГИС-образовании. Но проблемы, конечно, есть, потому что сложно где-то перестроить и менталитет учителей. И, кроме того, это действительно на сегодняшний день определенная дополнительная нагрузка, потому что мы параллельно ведем и журнал на бумажном носителе, и журнал электронный, пока таковы требования. Мы не можем отменить бумажный журнал. Не достает, наверное, рабочих мест для того, чтобы учителя сразу быстро, своевременно могли заполнять. Но вместе с тем, я думаю, что поэтапно все эти проблемы мы решим. И на сегодняшний день, повторю, этот вопрос находится как на контроле управления образования, так и у руководителей школ. И если возникает у родителей проблема, то в первую очередь, конечно, нужно обратиться в школу, то есть выяснить, а почему не заносятся в журнал домашние задания, почему отметки появляются не своевременно, не сразу, не день в день, а спустя неделю или три дня. То есть, конечно, здесь важна оперативность. Для этого и внедряется данная система. Есть и новшества, я так понимаю, в ГИА очень много новшеств. Не могли бы вы об этом рассказать? Да, конечно. Сейчас мы приближаемся действительно к очень сложному периоду, когда дети будут получать, наверное, отметки, оценки за те либо 9 лет, либо 11 лет, которые они обучали в школе. Ну, давайте начнем с ЕГЭ. То есть это касается наших одиннадцатоклассников. Если говорить о принципиальных отличиях, я не могу сказать, что здесь очень много отличий. Но единственное, что вся работа и все совершенствование направлено на повышение открытости, объективности, прозрачности этого процесса. Кроме того, в этом году будет на ряде пунктов апробироваться новая технология распечатки контрольно-измерительных материалов непосредственно в пункте. И в частности, у нас эта апробация пойдет на базе пункта проведения экзамена, который будет размещаться на базе образовательного центра номер 11. То есть не в пакетах приходят уже задания для каждого ребенка, а по специальным, закрытым, защищенным информационным каналам. Задания эти приходят уже в учреждения. Далее они распечатываются, комплектуются уже непосредственно в штабе пункта проведения экзамена. И аналогично, обратный порядок, когда мы собираем работу у детей, сканирование происходит также в штабе данного пункта проведения экзамена. И также вся эта информация, уже ответы детей, тоже по защищенным каналам связи передаются в региональный центр обработки информации. Но, повторяю, это будет пока только в качестве эксперимента апробаться на базе одного пункта. А что за школа будет? Образовательный центр номер 11. А для чего это делается? Делается это, опять же, для большей информационной, скажем так, защищенности. Ну, скажем так, у нас таких случаев не было, но для того, чтобы, например, те же пакеты с кемами не были ранее вскрыты кем-то, не были известны содержания заданий. Ну да, были новости, что кто-то выкладывает в интернет задания. Да-да-да, но у нас таких случаев не было. Поэтому я повторяю, что вся именно работа направлена именно на обеспечение информационной безопасности, повышение ответственности, но в то же время и объективности и открытости. Потому что огромное внимание уделяется системе общественного наблюдения по-прежнему. Если с содержательной точки зрения, то в этом году по ряду предметов, в частности, история, общество знаний, информатика, также будут отсутствовать задания, которые мы, ну скажем так, в обыденной нашей жизни называли тестами. То есть задания части А. Их тоже уже не будет, как, например, в математике в прошлом году. Уже сразу их включили. Как много ругались на эти тесты, когда там угадайка такая игра. То есть от этого ушли. От этого уходим. Этих заданий не будет. По истории еще будет введено одно дополнительное задание. Это написание исторического сочинения на одну из тем, на один из исторических периодов развития России, истории России, имею в виду. Наверное, вот это самое главное изменение. Но хотелось бы обратить внимание по-прежнему и родителей, и детей, что под серьезным контролем находится использование различных средств связи, телефонов в том числе. Еще раз напоминаю, что если ребенок воспользуется телефоном, и это будет зафиксировано, то он не сможет уже в этом году сдать или пересдать экзамен. Такой возможности не будет. Поэтому очень серьезно нужно отнестись к этому вопросу. Кроме того, на сегодняшний день уже утверждено единое расписание единого государственного экзамена. У нас основная волна, или основной этап, а он и самый главный. Он начинается с 27 мая по 30 июня. И в частности 30 мая мы пишем все основной экзамен русский язык, а 2 июня базовый уровень математики. Вот эти два основных обязательных экзамена. Еще хотелось бы обратить внимание, что есть, конечно, период досрочный. С 21 марта он начинается у нас. На этот период заявились 8 человек, но 6 из них выпускники прошлых лет, которые имеют право сдать в досрочный период. И в этом году не будет второй волны, к которой привыкли всегда. Ну и, наверное, еще одно из новшеств, которое уже прошло. Но в этом году заявления на единый государственный экзамен с перечнем предметов принимались до 1 февраля. То есть для того, чтобы сформировать единую базу данных. И сейчас только на основании уважительных причин, медицинских документов, могут вноситься какие-то коррективы в перечень экзаменов. Поэтому это тоже очень серьезно. Изменился срок подачи заявлений. По 9 классам, да, здесь действительно в этом году есть существенные изменения. Потому что если в прошлом году наши 9-классники в рамках основного государственного экзамена сдавали 2 экзамена, в этом году все уже сдают 4 экзамена. Но 2 из них по-прежнему, русский и математика, являются обязательными. А 2 другие предметы являются предметами по выбору. И очень важно понимать, что ребенок в обязательном порядке должен успешно справиться с математикой и русским, чтобы получить аттестат об основном общем образовании. По 2 другим предметам, ну, неважно, скажем так, как он сдаст, он аттестат в любом случае получит. Но результат по этим 2 предметам по выбору нужен для другого. Потому что наверняка большая часть, ну, порядка 50% детей будут поступать в 10 класс. И для того, чтобы выбрать, скажем так, интересующий профиль, вот как раз будут учитываться результаты экзаменов, которые ребеночек сдает по выбору. Кроме того, хотелось бы сказать, что в ближайшее время, очевидно, и дальше будут проходить изменения. В 16-17 учебном году планируется, что и эти 2 предмета уже станут обязательными. То есть всего будет 4 экзамена обязательных. А в 2020 году планируется, что уже обязательные будут 6 экзаменов. И, наверное, еще очень важно, у нас будет 24 пункта проведения экзамена для 9-классников, для 11-классов 9, как и в прошлом году. И в 9-классах тоже уже будет вести система видеонаблюдения. А вот если Бибина плохо сдает, да, вот эти 2 дополнительных предмета, которые как бы пока не влияют, его не возьмут в 11-й класс вообще? Нет, почему не возьмут? У нас есть универсальные классы, мы не можем его не взять, потому что на сегодняшний день у нас вообще-то законы в образовании. То есть в 11-й класс берут все, даже двоечников? Нет, двоечников, конечно, мы не берем. Ну, двоечников на второй год, понятно. Да, если двоечник, то он не получит аттестат об основном общем образовании. А если ребенок справился, ну, скажем так, на не очень хорошем уровне, то он имеет право продолжить образование и должен продолжить, потому что у нас на сегодняшний день обязательно является среднее образование. Но получить его можно различными путями. Либо он пойдет и будет обучаться в 10-м классе, либо он определится и будет поступать в среднее профессиональное учебное заведение, где параллельно с профессией он получит среднее образование. И это тоже очень важно. Почему сейчас и мы, и я думаю, что родители уделяют уже большое внимание изначально профориентационным различным мероприятиям, пытаются определить склонность ребенка, его желание в дальнейшем получать ту или иную профессию. И иногда бывает наиболее правильным, если он после завершения обучения в 9-м классе получает образование в среднепрофессиональном учебном заведении, потому что и получает профессию, для себя очень важно убедиться, а правильно ли я путь выбрал. Потому что далее ему можно поступить и в высшее учебное заведение после завершения обучения в колледже, в техникуме и так далее. А вот если говорить о профильных классах, то есть они появятся практически во всех школах? Да, да. Это действительно так. Планируется эта установка у нас в целом по территории Вологодской области. Об этом мы говорили уже в августе, когда проводились педагогические советы, когда ставились определенные задачи на следующий учебный год. С 1 сентября 2016 года у нас все 10-е классы должны стать профильными. Но единственное, что есть такое понятие универсальный профиль. И пока мы не перешли на новые федеральные государственно-образовательные стандарты на уровне среднего образования, то есть в 10-м, 11-м классе, мы здесь можем работать и в рамках учебного плана, который имеется на сегодняшний день. И по сути дела изучать предметы, вот каждый из предметов, которые есть в учебном, вот на базовом уровне, как это сейчас происходит. Профильный же класс все-таки и профильное обучение, они предполагают, что по ряду предметов, это как правило 2-3 предмета, с учетом специфики данного профиля, они изучаются на углубленном уровне. И поэтому я и говорю, что очень важно, чтобы ребенок по окончанию 9-го класса вместе с родителями, при помощи педагогов, возможно, проходя психологическое тестирование, профориентационное, он определялся уже, он должен понимать, а что я хочу в этой жизни, а кем я хочу стать, и выбирал вот это свое направление желательно правильно. Но если ошибется, в этом тоже, наверное, ничего страшного нет. То есть, возможно, еще корректировка всех этих вещей. Сейчас, на сегодняшний день, на сайтах всех школ размещены правила приема в профильные классы. Поэтому, если вы выбираете условные, я говорю, химико-биологический, физико-математический, оборонно-спортивный профиль, на нашем сайте, на сайте управления образования, размещен полностью список всех школ и перечень всех профилей, которые будут открываться с 1 сентября 2016 года. Поэтому нужно заранее, предварительно, а я думаю, что большая часть детей, ориентированных на 10 класс, уже с этим ознакомились, потому что до 1 марта они уже выбрали те предметы, которые будут сдавать в качестве предметов по выбору. Они будут сдавать два предмета, а для поступления в профильный класс в этом году мы определили один предмет для того, чтобы обязательно был выбран, если он идет на этот профиль. Второй предмет мы советовали выбирать, но в том случае будет выстраиваться общий рейтинг, если ребенок не поступает в один класс, для того, чтобы у него была возможность мобильности, то есть выбрать близкое направление, но в том случае, когда другой предмет здесь заявлен, школы в качестве профильного. Поэтому вот вся информация и на сайте управления образованием перечне профилей и правила приема на сайте каждой школы и определен, какой же класс будет открываться с 1 сентября 2016 года с точки зрения профильности в 10 классах. То есть нынешние девятиклассники в этом году должны будут определиться и начать ходить по школам, кто куда? Да. То есть это совершенно новое, ведь до этого не было. Как-то все учились, учились в этой же школе. Очень мало переходило, но это не было массово. Согласна, что это не было массово, то есть, как правило, это были давно устоявшиеся учреждения, где предметы изучаются на углубленном уровне и где докомплектование или комплектование классов десятых проходило именно на основе углубленного изучения предметов. Традиционно, допустим, в 10 школе химико-биологические, химико-биологическое направление, допустим, АМТЭК, несколько направлений и так далее. А сейчас действительно, хотя вы понимаете, что большая часть школ, открывая какой-то профиль, планируя открытие профиля, они же изучали мнение и детей, и родителей. Кроме того, для этого еще нужно было учесть наличие кадров, потому что не каждый учитель на сегодняшний день готов работать и на базовом уровне, и на углубленном уровне. Нужна определенная учебная материальная база для развития этого профиля. Нужны учебники, по которым необходимо будет работать. Поэтому вот сочетание всех этих признаков или позиций, оно и определило открытие того или иного профиля в каждой школе. Поэтому значительная часть детей, если учитывается их мнение, они в общей сложности могут остаться в своей школе. Большое спасибо, что вы к нам пришли. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была начальник управления образования Череповца Наталья Стрижова. Это была программа «Перекресток». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин